сегодня будем заниматься интересным и правильным делом друзья есть у меня вот такие лещины обыкновенные лесные смотрите божья коровка здесь вот одна вторая это уже уронила листья довольно крепкие уже это даже от корня уже выстрелила видите их более мелкими приносил из леса вот еще одно это вообще уже крупная у нее даже уже тут была кормилая поросль вот стреляет уже я думаю что это наверное через год уже даже плоды раст она у меня все в тени находится здесь поэтому не важно так на солнце думаю будет лучше они мне здесь не нужны не планирую я их тут растет здесь у меня сердцеидный орех растет мы их будем сейчас выкапывать и я отнесу своему другу он живет над обрывом и я ежегодно те деревья которые мне самому не нужны отношу ему был у меня ролик уже на эту тему я прикреплю в описании как интересно посмотрите прошлогодний я с ним только что созванивался на говорить то что в прошлом году ему относил там семь или восемь деревьев не помню они уже у него принялись и дали даже при рост если будет время с нему тоже когда виза отвезу ему вот эти ну помимо этих лещин у меня еще есть там сейчас будем все это копать они позволяют там у него удерживать обрыв и хорошее разнообразие мне кажется будет через лет пять-десять выкопали лещины вот они такие у нас горизонтальные такие корни сразу у них идут вот вторая тоже мощная и вот третья лещина корни гораздо мощнее но полностью его выкапывать сами понимаете лещина такое дерево что такого корни вполне достаточно тем более не сказать что и слабый нормальный выкопали это поросль уже можно при желании отрезать и вот этот тоже туда же можно 3-4 сделать пойдем дальше вот это шелковица с такого маленького саженца я где-то его то ли у меня на участке ну чуть наружу он вырос не помню маленький был сюда посадил их надо рост он уже выше меня наверное метра два где-то высота вот такой вымахал от ветра немного искривился стовник скорее всего обрежу где-то вот так вот уже вот такой красавец стал тоже пойдет туда до этого я этому человеку уже давал то ли одну то ли две шелковицы будет еще насколько я помню шелковица двудомное дерево поэтому будет пара как раз соседа огромный грецкий орех растет вон там ворона один из орехов долбит они в это время грецкими орехами много лакомиться у нас город стоит на известняковой плите в этом орехи у нас растут хорошо высота этого ореха метров 20 не меньше лет 50 наверно таких много вон там еще растет давайте выкопаем сейчас всего вот еще одна шелковица они сами по себе растут у меня на участке птицы сажают наверное не выбрасываю если мешают в том месте в котором выросли пересаживая куда-нибудь например вот сюда надо рост позвонили по телефону отвлекся таким образом птичьи селекцию разносим по республике сейчас тоже выкопаю вот еще одна тоже птички постарались видимо на кизели сидели вот здесь и посадили тоже выкопаем перед этим 45 сельницев еще совсем мелких выкопал тоже снаружи забора помните я сажал березку из семян что я вырастил ну же вот такая и тоже выкопали наверно отдам ему пусть там растет и также у меня здесь еще шелковицы есть многострадальные от на здесь и то ли хомяки то ли коровы короче хотя не дают все равно тоже выкопаю ну вот все что я выкопал начнем с березки такая корневая мочковатая листочки я буду обрывать сейчас конечно это шелковица самая длинная корни такие их сразу по желтым корням можно узнать здесь вот немного порота получилось это все обрежу так еще одна раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 шелковица это вот много лет пытается расти крови не дают не судьба и короче у меня расти поэтому я решил я тоже отдать на все сеянцы сами по себе врачи не знаю какие из них мужские какие женские и три личины которые уже показывал сейчас все кому поедут получается 14 деревьев больше чем прошлом году получилось будет интересно когда они все подрастут я обязательно туда еще наведаешь через несколько лет и покажу вам а а теперь я секатором такие вот кровотые места подровняю верхушки тоже обрежу и уже поеду приехал я на место вот черный орех уже при раздал небольшое принялся это боярышник он существенно не вырос но тоже живой сегидул так его зовут вот его спину мы сейчас видим пожилой человек доброй души вот здесь шелковицу он посадил он все сам сажал я ему не помогал такая красота здесь эти деревья будут удерживать обрыв конечно а это гибискус тоже он уже и цвел как видите довольно сильно вырос в два раза наверное что такой ствол это у него во дворе уже растет отдал я ему все деревья из тех деревьев что я в прошлом году я отвозил некоторые на видео удалось показать другие к сожалению нет пару орехов он говорит там кто-то случайно забросал то ли землю и то ли чем-то и возможно они пропали но в основном у него там все принялось все нормально эти сказал тоже сейчас все посадит и следующем году может весной а может через год ровно поеду еще раз к нему и покажу как все перезимовало будет интересно и напоследок павловню вам покажу какая красота смотрите она заложила цветочные почки если их так можно назвать бутонами трудно назвать там все равно они еще только в процессе таком еще не раскрылись вот такие пушистые своего рода интересно выглядят если зима какой-то чрезвычайно холодной не будет то по весне должна зацвести еще до роспуска листьев даже приятно смотреть вот вроде еще не цветет а уже глаз радует что не говори павловния такое изумительное дерево